Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь Вилат и Каспер, и мы продолжаем смотреть Дота 2 Азия Чемпионшип и решающая третья катка. Би-Год против Секрет. Уно-Уно у нас сейчас решается, кто станет третьей командой в топ-3. Скажем так, кто сыграет в следующем матче против Evil Geniuses. Ну и, собственно, кто заработает лишних денег. Потому что напомним, что на данный момент и одна, и вторая команда уже гарантировали себе как минимум 201 тысячу долларов. Ну и победа сейчас подарит 259 тысяч. Ну там разница в 60 тысяч получается плюс-минус. Фигня вообще. Такая, да, копеечная. Копеечная, да. Да, я вот вчера тоже людям объяснял. Говорю, вот 60 тысяч, даже если это поделить на пятерых, это получается по 12 кусков. Минус налоги. Минус налоги, допустим, даже 10 это там минус налоги, вот остается 10 тысяч. Пойдите заработайте вот 10 тысяч за один час долларов. Ну, типа да. Ну вот, как бы, а сейчас это будет происходить? Ну, типа да. То есть 10 кусков, они так на дороге просто не валяются. Начнем с этого. Ха-ха. Ну, типа да. Ну, типа да. Именно. Ну, не поспоришь, не поспоришь. Итак. Faceless Void. Так, Faceless Void. Faceless Void это, кстати, интересное нововведение. Я вот хотел спросить у людей. Интересное нововведение. Да, я хотел спросить у людей, куда он делся? Он ведь не стал хуже. Он реально не стал хуже. Да, ему там чуть подняли монокост. Ну и хрен с этим монокостом. Он просто галимый. Как часто вы собираете на нем там аганимы рефрешеры? Вот тоже еще один вопрос. Ну, в принципе, Void силен. Void очень силен. Мне кажется, что если сейчас БГ выиграют у Сикретов, Void вернется и будет и в большом финале, и в гранд-финале. Потому что все опять... Как же так? Это же Void. У него же есть хроносфера, в ней бить нельзя, оказывается. Ну, это да. Ну что, у нас видим Винга, Void. 109 матчей вместе. 52% винрейта. Ну и ждем. Ждем, чем ответит Биг Гот. Ну, в теории они должны были ответить Вич-Доктором, но Вич-Доктор забрали сами Сикреты. Поэтому еще возможен вариант с Личом. И, кстати, Лич тут подходит сразу по двум параметрам. Он хорош и в хроносферу, а также он хорош, потому что можно сбивать Барт-Вич-Доктора. И Джаггернаут от Бернинга. Ну, Джаггернаут, бог с ним, с этим Джаггернаутом. В смысле, бог с ним? Ух ты. И Бристлбэк. Ну, такие плотненькие ребятки. Я знаю, что будет последним пиком. Ну, Висп типа. Да. Но его забанят. Не будет Виспа последним пиком. Может быть, забанят. Может быть, забанят, кстати, да. Не может быть, а 100% забанят. БГ не захотят против него играть. Ну, вообще, действительно, это герой, который очень хорошо впишется в команде Сикрет. И если БГ не забанят, то это будет очень-очень неправильно. Ну, хотя, как мы видим, так себе. Ну, пока БГ думают над тем, брать Лича сейчас или брать Лича через минуту 25 секунд. Ну, да, это с одной стороны, ну, типа, не слишком сильный такой себе персонаж. Но, с другой стороны, сумонов я тут пока не вижу, например. Хроносфера будет. Так что, чем черт не шутит? Возможно, и стоит. Четвертый пик. Биг Гот. Ну, это Скайр Асмейдж. Это второй герой, который еще со времен Интернешнл эта связка укрепилась. Фейслес Войт и Скайр Асмейдж. Мне не нравится. Почему тебе не нравится? Вот просто не нравится мне Скайр Асмак. Почему тебе не нравится Скайр Асмак? Ну, потому что СФ будет с БКБ, Вич Доктора будет выхиливать, и Бристалбек будет просто-напросто переживать это все. Не, так дело даже не в Бристалбеке. Дело в том, что Бристалбек, может, даже не будет приоритетной задачей. СФ, например, под хроносферой, как известно, слабо живет, потому что он очень тоненький. Если поймать там СФа плюс кого-то, плюс Вич Доктора или плюс Бэтрайдера, ну, вообще замечательно. Поглядим, поглядим. Единственная проблема в том, что там такие... Хотя Войда нельзя особо милишником назвать. Он милишник до поры до времени. Как только он врывается, ему-то, в принципе, по барабану. Ты рейнджевой, не рейнджевой, где ты находишься, до тебя он добирается очень быстро. Когда хроносфера заканчивается, там уже несколько иная игра начинается. Ну и опять же, полтора минуты остается у Сикретов на выбор последнего персонажа. Но мы видим, да, что Виспа не забанили, что Висп вроде бы остался доступен. Но, походу, не особо хотят ребята играть с этим Виспом. Потому что если бы план был именно таков, то, скорее всего, он бы уже был пикнут. Верно? Верно. Но Сайленсера забанили тоже весьма основ... Имея основания для этого, потому что Сайленсер достаточно хорошо мешает Войду. После таймвока ты просто нажимаешь глобал. Вообще без разницы, куда он его там использует. Главное, чтобы в вашу сторону. И все, и убиваешь Войда совершенно спокойно. Ну и Даззл Ласт Пикком. Ага. Ну Даззл, в принципе, привычный. Даззл Сикретов. Ну я вот чую и чую что-то зеленое, кислотное, вайперообразное. Ну типа Бристалбайку, в принципе, неплохо мешает, но... Но СФу нет. Ну типа в миде он нормально стоит против СФа, начнем с этого. Даже погонять периодически может. Но это Зевс. Не, прикольно. Ну не знаю, ну Скаймак, Зевс. Это вот этот... Ну да. Тут два типа абуза. Тут Войд, Скаймак, Зевс, Скаймак. В теории это может сработать. Ну Бернинг это третий абуз, просто сам человек. Да-да, вот просто, как там вот скидывали картинку, да. Режим просмотра игры у РОТК. И там есть First Blood, Mist Ults, Yolo Betrider, Feeding Master и BeGoth 1 vs. 9. Вот и все. У Бернинга сейчас именно такая игра. Хотя пока что его команда справляется нормально, поэтому тут пока 5 vs. 5, но до 1 vs. 9 пока еще не дошло. Ну дойдет, дойдет. У Бернинга всегда все игры у команды BeGoth сводятся к тому, что рано или поздно все закончится тем, что Бернинг всех убивает. А все остальные что-то фидачат. Фидонят. Фидонят, именно так. Фидунят. Ну что, мы уже почти, почти, почти готовы начинать. Разбирает героев ребята. Артизия опять на SF, Куру на этот раз сыграет на Вичдокторе. А вот смотри, NS продолжает говорить, что он топит за БГ как никогда. Но он же написал в прогнозе, что Secret выиграет 2-1. Ну а почему тогда топит за БГ? Что за непонятки? Ярослав, в чем дело? Не, ну БГ играют неплохо, реально. А Secret вот стали почему-то вдруг ошибаться много. У них и отдельные личности косячат. Сегодня там тролль, да, S4 неплохо пару раз фидонул. Куроки в прошлом матче на Шекере совсем... У нас тут идет игра, но вы на нас посмотрите пока. Так нету там игры, лол. Что ты наезжаешь? Нету игры. У меня, по крайней мере. В смысле нету игры, у меня уже по линиям разбежались. Вот, а у меня еще нету игры. Поэтому я еще и говорю. Ты понял? Эй, режиссер. Дота 2. Так это Дота 2. Эй, режиссер. Режиссер просто сам не в курсе, что происходит. Он же тоже думает, что нет игры. Я понял. Не, у меня уже игра идет, поэтому пока в радиоэфире. Тут пока ничего интересного не происходит. Вот так вот нам даже включили. А, с дилеем двухминутным. Ну ладно, зато посмотрим еще раз на пике. Ну легко. Да, у меня команды уже разбежались. Отличненько. Все. Начинаем смотреть. Нам еще Бурнинга показали. Ну здесь сейчас ФБшечка будет. Скорее всего. Вот так вот, Зевс. Пошел отсюда. Бзз-бзз. Зай прогоняет людей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ланем, ланем, ланем. Бернинг слишком далеко зашел. Койл и Бернинг. Касочки, касочки. А до конца не пошли. А зря. Кстати, с Бернингом можно было атаковать в действительности. Ну покрутился бы этот товарищ. Хотя, там вот эти дазлы противные. Ну такое, такое, опять же, по ситуации. Ладно. Ротк уходит на нижнюю линию. Будет стоять он там против Бэтрайдера. Не очень комфортно. Там стоится Воиду, в принципе. Бернинг с триплой. Ну, вернее, с даблой, с упорта. Будет стоять против Бристлбека. И Дазля. Хорошо, кстати, он будет стоять. И Дазлю с Бристлбеком тут будет ой-как несладко. Особенно Дазлю. Дазля будут убивать вообще по кулдауну стараться. Ну им вообще пофиг, на самом деле, кого убивать. Да, как мы видим, они сразу же намекают на то, что мы будем просто идти топтать. Так они могут топтать. В этом-то и основная хитрость. То, что ты вроде бы поставил Дазла на подсейв, но Дазл защищает, так скажем, волнами, верно? А на тебя нападать могут просто перманентно. Типа ходят и бьют тебя руками. Там Скаймак ходит, по 70 маны тебя вот это шваркает при своем монопуле в 350. И все, ему как бы по барабану. Главное, Пупею сейчас не подставляться. Если Пупей встрянет, то на этом жизнь, на этой давле, скорее всего, закончится. Вот Зай опять пробивают, там, чуть ли не на полный столб. И еще и Пупей тут. Вперед побежал, говорит, все, на ману развожу, пацаны. Да, да, разводит, разводит на ману. Ну так разводит же. Куроки против Вертикей, тем не менее, в лесу тут ПВПшка. Так, ну сейчас вот для тех, кто пишет, что мы пропали в Дота ТВ, я быстренько сделаю выкл-вкл и все, и мы возвращаемся. МИ же есть в Дота ТВ, МИ есть, МИ есть. Да, ну это же Дота ТВ. Ребят, еще раз, мы не можем ничего сделать, если мы лагаем или пропадаем. Не, ну сейчас-то просто я реконектился, поэтому я мог пропасть теоретически. Вполне возможно, вполне возможно. И вы тоже переподключите. Но если вы меня не слышите, то вы все равно этого не сделаете. А может они на Твиче тебя слышат? Кстати, да. Это умные люди смотрят на Твиче. Умные люди. Ну говорю, я пытался в Дота ТВ смотреть, у меня нервов не хватило. Умные люди смотрят варенье на большом экране. Кстати, да, они там сейчас сидят, смотрят. Я выходил, я видел. Да, завтра обязательно приходите. Я понимаю, что понедельник, но вы все равно приходите. Да и сегодня еще приходите на игру ЕГЭ против победителя. Почему бы и нет. Воскресенье. Погода, в принципе, неплохая. Морозец, снег не валит. Можно прийти. Там уродка проблемы. Ну уродка, слушай, его до конца пойдет забить, нет? А да нет, не Чубанов пошел до конца. Там даже Firefly, учитывая то, что еще долго, но все равно не догнать Войда. Если только Войд не придет к нему сам. Войд с 7 стаков на нем висит. Просто весь в нефти и не знает, что ему делать. В любом случае не погибает здесь RTK. Ну вот побегал по Firefly, еще немножко погорел. Ну не погиб уже, хорошо. Куда Куру пошел? Куру просто бросил на себя Монреген и подошел к RTK, чтобы он ему сбил его. Прикольно. Развел. Развел на что, на анимацию? На что он его мог развести? Он его развел на тычку. Ну так. На тычку развел. Так, там на топе у нас сейчас еще убивают Пупея. Пупей ушел. А куда пошел Зай? А его уже почти убили, поэтому он и пошел. Зай пошел на базу. Ну, может быть, они думают, что они разводят Бернинга и не дают ему фармить, но это не так. Ну да, Бернинг хорошо фармит. При этом у Бристлбека один добитый крип, у Даззла два. Все, Зай снизу. Это фармящий Даззл. На линии. Это суппорт Бристлбека и фармящий Даззл. Может быть, может быть. Ну все, закончились вот эти вот потуги команды Сикрет что-то придумать. Зай просто отправляется вниз и здесь будет пытаться фармить. Пупей пока отправляется на базу. Не знаю, куда пойдет. Пупей, он в мид идет просто. Топ отдают. Да, топ отдают. Отдает Бэтрайдеру. Вернее, Бэтрайдер решил, что там не царское дело вообще фармить. Уходит на своих крипочков в лес. Ну окей. В принципе, Войду против Бристлбека с Вичдоктором стоять будет, наверное, покомфортнее. Потому что его тут убить особо не смогут, так как хорошей фиксации нет. И вот этого перманентного напрягания тоже не слишком много. Да, Зай там что-то фыркает. Но ты можешь этот момент хоть как-то контролировать. Ну и что у нас тут на рунке? На рунке у нас тут Зивсуля. Артизи находит Зивсулю. Койл. Тычка сверху. И на Артизи нападают. Артизи. Если там конкассив... Там Даззл рядом. Там первого левела просто Скаймак. В этом основная проблема. Илон Эм. На развороте еще две тычечки надо скинуться. Пацан, на нем висит Маледикт, все, погибнет. Да. Ой-ой-ой, как же тут сильно ему напихунька лита. Вроде и с тапком, но тут тоже... Нет, тут Даззл без тапка. Что происходит? Как он его догонял? Что за чит? Ну, жесткий. Это премоаккаунт. Ну, может быть, может быть. Премиум DLC у него в доте. Да-да, есть тоже такое. Ну, что у нас тут? Вы можете себе установить, если захотите. В Steam оно есть. Сейчас на туре кто-то пойдет устанавливать. Подумать, что там что-то есть. Да-да-да. Steam Mods какие-то там фишечки. Ну, в любом случае. Вы найдете. Можете погуглить премиум аккаунт в доте. Просто каждый день его найти. А Ротикей. Ротикей Зая поцарапал так серьезно. А Ротикей... Ну, успел уйти. Там 10 стиков. Даже если нормально покоцали, то он, скорее всего, выжил. Затем Маледикт уже второго уровня. И вот-вот-вот-вот-вот ему так нормально фыркнули-то по лицу. И должен лететь Реген. И Реген летит. Летят 4 Тангуса. Летит Квилинг Блейд. Сейчас еще под вышкой. Тут Ротик должен наполучать экспы. Главное, чтобы он по лицу не наполучал. Так вот, Крепочка добил. Добить. Что там Зевс? Который вроде должен быть суперобузный. Пока мы видим шестой он почти уже заимел. А это значит, что можно теперь потихонечку начинать активничать команде БГ. А активничать есть через кого. То есть просто выходит Скаймак, выходит там Винга, Станы, Сайленсы. И все. И нюки, 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 нюки. Причем убивать этого АСФа в миде для них труда особо не должно составить. Уже один раз, видишь, напали. И труда составила, скажем так. Так там нападали на самом деле криво. И Скаймак первого уровня. Непонятно, что он там вообще хотел. Мне очень нравится на шестой минуте у Скаймага запак его. Действительно хороший, такой качественный. Правильно, правильно пакуется АСАС. Ну, это универсальный запак. Мы уже это обсуждали. Мы всегда про это говорим, что это действительно тот запак, который нужен для того, чтобы хорошо играть в доту. У тебя есть пространство для размышлений, для фантазии. Ты можешь собрать все, что угодно. У тебя нет никаких ограничителей. Например, веточку. Например. Может, шесть даже веточек. А если бы у тебя были ботинки, ты не мог бы купить себе шесть веточек. Только пять. Логично? Ну, вот ты прав. Тут ты понимаешь, что... Вообще не прицепишься абсолютно. Да, да. Ну, суть в том, что мы видим начало такое, что сорок четыре на... сорок пять на двадцать один у Бёрнинга, в то время как мейнкэрри команды Сикрет, если такой есть, если его можно... если этим мейнкэрри можно назвать Бристалбеками, 16 крипов. И это плохо. Ну, Бэтрайдер 34 на 2, но там лесный. Уверенно ребята пошли на Бэтрайдера. Прям, знаешь, в глазах у обоих такие по два Бэтрайдера и прям напрямую. Причем Винга даже через атаку нажала, потому что вышка на нее переключилась. Ванэм говорит, все, я вам сейчас отомстю. Кстати, у Зевса уже есть шестой левел, так что теоретически Биггоды могут пытаться нападать куда-то. Есть мнение, что эта игра будет точно такая же, как первая-вторая, то есть 50 плюс минут. Вот почему-то мне кажется. Учитывая то, как команды не спешат и учитывая то, какие у них герои. Так а нафига вы тогда брали Зевсов, Скаймагов? Ну, типа, в чем смысл? Это герои, которые бесполезны в лейте. Реально бесполезны. Зевс может там как-то еще что-то. Но Скаймаг это вообще кусок. То есть зачем тогда брать таких суппортов? Я уже говорил, хотите играть в лейте, возьмите Рейс Кингана суппорта и просто сделайте его фармящим суппортом. Все. Ну, Альянсы так любят делать, Сикреты так делали, ЕГЭ так делали. Вот, и у ЕГЭ очень хорошо получалось. Выходил потом Зай на 45-й минуте и вот в соло крошил 3-4 пацанов вражеских, потому что они не понимали. Чувак, ты же вроде бы должен быть суппорт. Так даже НС на Интернешнл делал, если что. Даже НС на Интернешнл. Даже НС на Интернешнл. Ты сейчас что, я не понял. Нет, я к тому, что Ярик обычно... НС на Интернешнл можем только упоминать, если говорим про суппорт Марфа А4. Тут убивают. Так, ну вот, вот. Да ладно. Есть, есть. Кастовали все, что можно, а тут бежит Артур. Артура засловили конкасивом. Артур, если дальним койлом попадет, у Ротикей могут быть проблемы, но нет. Ротикей даже, кстати, ничего не потратил по итогу. А в итоге просто минус Бэтрайдер, который напал, казалось бы, но в итоге напали на него. Что он привез в леса Войда, и Войт говорит, ну ладно, раз уж такая дискотека, ну на тебе купол. И поставил купол. И поставил. И убил. Не побоялся. И Глиф на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даззл, это была ошибка. Но вышка падает. Интересно, заберут ли хоть кого-то. Ну да-да-да, Ланэм тут не уйдет никак, на нем уже два стака. Да, гонится за ним тут сейчас С4. И, кстати, вот эта смерть Ланэма, она приведет к тому, что Даггер уже будет почти готов у Бэтрайдера. Хотя СФ забрал фраг. Мог бы, наверное, отдать и тиммейту на Быстрый Даггер. Или... А вот почему в этой игре, например, Зай не играет на Бэтрайдере, а С4 не играет на Бристлбеке? Вот почему? Зай слишком хорошо отыграл на Бэтрайдере в прошлой игре. Да, согласен. Слишком хорошо. То есть нельзя два раза так славу отдавать все одному игроку. Да-да-да, а то Зай знает еще, начнет там какие-то фортеля мочить. Ну, Зевс фармит Лиса, как мы видим. Причем хорошо так тоже у него получается. У него уже 1200. Ну, это, возможно, Юл, возможно, Даггер. Возможно, все что угодно. Скаймаг пока еще без шестого. Но сейчас отправляется на топ. Джаггернаут нашел Артизи. И... Так... Почему? Ну, побоялись, может быть, что Артизи... Так там Скаймаг у тебя за спиной, ну лол. Не знаю, не знаю. Побоялся. Немножечко побоялся. Очень осторожно играет. Ну, конечно. Аксио Уэйт. Верхняя. И... Бернинг поставил Хилингвард. Аксио Уэйта тут можно убить. Ну, что это вообще происходит? Вообще, забей! А, у меня так горит! Что это за игра? Бернинг, он просто терпило. Да пойди ты с вертилки, напади на этого СФ. Что он тебе сделает? Ну, типа, вот это СФ раздувается, и они отходят, прям, чтобы он вообще по ним не попал. Окей. В результате они отошли, получили по щам, пришли, два кайла, умерли. Это... Г, горенье. Г, плохая игра, вот что я хочу сказать. Да, тут немножечко затупили Биггоды. 3-2, выходит Секреты вперед. Опять-таки, у Биггод, в принципе, начало было и не было, а есть очень хорошие. Да, у них три героя нормально вкачаны. Но там Бетрайдер уже догоняет Зевса. И понемногу, понемногу, понемногу Зай таки подтянется к вот этим ребятам. Потому что у Зая сейчас фри тайм. Он себе фармит легкую. У него уже есть ПТ. Да, а тут, слушай, тут воин с Хроносферой явно на кого-то хочет напасть. И напасть можно. Правда, не на этой линии, скорее всего, потому что тут Дазл есть на подсейве. А после Хроносферы особо спамить... Ну, можно там Зевсом каким-то, да, попробовать добить? Ну, вот она Мека. Мека у Артурки, верно? Мека. Да, Мека у Артурки. Окей. Зевс пришел на Бристалбека. Больно Бристалбеку. Первого левела пассивка. Пока еще больно. Ну и выход в смоуке. Вот Ланэма и Бернинга. У Бернинга уже есть. Омнислэш. И вот они наши. И опять! Ну, прыгни хотя бы тут. Да есть же аж. Отличная игра. Вот, все, подсветили. Знаете, где все находятся? Можно объективно оценить ситуацию и действовать нормально. По-человечески. Вот, Бернинг пошел бить Криточков. Правильно, потому что он увидел, что где там все остальные находятся. Тут к нему еще и суппорт пришел на поддержку. Ну, а тут в смоке Айсайз и Ротк пошли еще кого-то убивать. Потому что у Скаймага есть шестой, а у Ротка есть Краносфера. Ну, правильно все делают. И вдвоем, и там даже втроем они все сделают, что надо. Ну, так может быть, вы пойдете на кого-то напасть. А не на Рошана хотят напасть. Да не, ну вряд ли. Коварные! Они будут очень долго бить, даже несмотря на Мэднес. Они его будут пилить вообще полгода. Ну, с Бернингом, да, с Бернингом попроще. С двумя Мэднесами. Так получше, да. Коварные. И не знают об этом Сикреты. Понятия не имеют, где сейчас команда соперника. Да, ну Зевс пока тут в миде отстреливается и держится, держится товарищ. Да, пока тяжеловато. Все у Зая, надо ему еще очень-очень много времени. Ну, кстати, тут под Рошана все-таки подбегает у нас Бэтрайдер. Вот поздновато уже. Да и на месте Бэтрайдера, наверное, стоит отсюда побыстрее свалить. Протикей! Отлично! Ну вот, вот нашли С4. И что дальше? Он просто улетит. А почему нельзя было сделать по порядку? Потому что золотые купола душу ротко радуют. Ну вот, блин, есть же Зевс Инвизия. То есть вот он сейчас зашел, например, и абсолютно спокойно подсветил. Почему нельзя просто прыгнуть без вот этой вот хроносферы панической? Вот смотри, Артизи увидели. Видят, видят, видят. Помигали, помигали, помигали. А дальше что? Дальше можно попробовать его очень быстро занюкать. Дазл. Рядом Дазла не оказалось. Дазл вообще на топе. То есть вот его сейчас увидели. Ну вот не занюхали Артизи. Чуть-чуть его там пробил. Но опять-таки у Артизи смех снизу. Снизу. А Ротикей. Г-г. Да, Ротк погибает. Ротк играет плохо. Скажем так. Плохо. Ну он пока... Да не то чтобы совсем плохо. Ну так. Ну две ошибки подряд делать. С переменным успехом, скажем. Сначала ставит левый купол, потом отдается. Потому что он... До этого нормальный купол поставил. Ну где? Вот тут вот когда... Вот тут вот все было. Ну тут да. Первый купол нормальный. Там было тяжело не поставить нормальный купол. Учитывая, что у тебя вытягивают. Так, а тут было тяжело нормальный. Тут же Бэтрайдер с дайгером. А с кем он прыгал? Ну так... Мог он просто прыгнуть. Вот в чем дело. Вот, да. Я вот что хотел сказать. Он мог просто прыгнуть. И подсвеченный... Точнее, Зевс подсвечивал. Я вот что и хотел сказать. То, что Зевс уже в инвизи стоит. Вот он бегал рядом с Бэтрайдером там секунд пять. Ну это типа не круто. Это слишком просто. Для Аутикея Ротко у нас не любит такие дела. А он нас любит по-человечески так. Ну вот Форстав у Зевса вместо Юла. Интересное решение. Ну да ладно. Просто Юл такой универсальный артефакт. Там прыгнул Бэтрайдер, поднял его. У Форстав ты типа можешь уехать. Но тебя при этом-то все равно затащат. То есть немного не то. Бывает. БКБ собирает тем временем опять-таки Артур. Но в этой игре это имеет хорошее значение. Тут без БКБ будет тяжко. Ну и пятнадцатая минута, семь фрагов. То, что мы и ожидали от игры. Упорная-упорная борьба. Без особых там масс-файтов. Артизи на топе меняет вышку Т1 на нижнюю вышку. Снизу мы видим пока Артикей Тауэр не бьет. А на топе Артизи бьет. И уже убил. Тут размен ТВ-рульками. Артизи, да. БКБ сейчас уже будет совсем скоро. БКБ тут реально пригодится. Хотя, с другой стороны, у БГ неплохо с комбинированным дэмэджем. Помимо того, что есть неплохой магический прокаст в виде Зевса и Скаймага, имеется еще и... Джаггернаут и Воид. Неплохая физуха. Да, вот Джаггернаут и Воид. Они реально могут делать ветер. Очередная ульта от Зевса. Ну, это так, видимо, тоже просветить. Посмотреть, где кто находится. И все-таки уходит. Уходит на топ-рот. Ну, вообще, если честно, то я по-прежнему придерживаюсь мнения, что Воид это чуть ли не сильнейший керри, если он там шестислотовый. Правильный шестислотовый собран. Ну, как оффлейнер, это вообще просто супергерой. Потому что он, по сути, стоит в оффлейне. Это не твой мейн керри, но это всегда план Б. Ну, да. Если игра затягивается, то, естественно... В помощь Джаггернауту это самое оно вообще. Именно. Так. Сво тем временем пытается вынести себе Форстаф. Он его вынесет. У Зая тем временем барабаны на Бристлбеке. 11-й левел на подходе у Зая. Ну, а Бернинг фармитенш, то. Формирует. Массово. Ну, что же. Немножко... Вот, я же говорю, БГ вообще совсем не характерно для них. Просто стоят, ничего не делают. Возможно, они научены горьким опытом первого матча, когда их ловили частями, благодаря Бетрайдеру, стараются сейчас играть чуть более осторожно. Но, например, Ксяу-8. Это не мешает, походу, погибнуть. Да. Свапчик. Очень хорошо. И хроносфера по трейдеру. Какая хроносфера. Минус Пупей моментально. Куру тоже можно убивать, хотя не хватит демеджа. Ну, надо уходить сейчас с РТК, потому что он поймал много дамаги, да, и умирает РТК. Ну, все равно 2 в 1. Слушай, тут еще не все закончилось. Тут еще за Ланемом побежал. Ланем. Успеет. Успеет. Нет. Койл. Залетает от Артизи. Зевс ультует. Сяу-8. Сбрили у нас одного. Джаггер. Хорошо. И Артизи успевает. Нет, не успевает. Не успевает. Он льтануть. Просто погибает. И в итоге это минус 4. Ну, вот это уже совсем другое дело. Я, честно говоря, боялся, что сейчас БГ совсем бездарно сольют этот замес. И уже думал начинать на них ругаться. Но под конец они исправились. Под конец уже появился Джаггер со своим Omni Slash. И все. Вернуло свои места. А вернуло на свои места то, что вот. Много сейчас экспириенса получает. И Зевс, и Скаймаг. Для них это очень важный параметр. У Зевса там уже второй ульт. У Скаймага там уже девятый уровень на подходе. У Секретов дела становятся хуже. Намного хуже, чем были вот до этой драки. А Бернинг со своим билдом разгоняется. Вот никто так не собирается, как Бернинг. То есть через Shadow Blade. Только он. Ну, такой Джаггернаут-напрегатор. С одной стороны, вроде бы кажется, что это, ну, такой, да, паберский билд. Вот даже были претензии, что вот, вы не понимаете. В пабах дела обстоят совершенно иначили, нежели в профессиональной доте. Да на самом деле одно и то же. И большинство идей каких-то, ну, реально крутых, они приходят именно из папчиков. Потому что там вы имеете возможность пробовать все, что угодно. И вот эти Shadow Blade на Джаггернауте, они были еще в ту пору, когда крит из Shadow Blade считался. То есть когда дополнительный бонус от Shadow Blade мог дать вам дополнительный крит. Соответственно, вы могли там ЦМку просто до удара убить, допустим. Грубо говоря. И сейчас это особо актуальность не потеряло. Потому что ты просто так подкрался, ты даешь там гарантированных 2-3 удара и ульту. Ну вот, собственно говоря, тут Zaya пока массажирует Void. Хорошо так подмассажировал. Хороший фраг. И вот уже Killing Spreeck. Гуайса-айса. Да, ну и у Сикретов начинаются серьезные проблемы. Дальше умирать нельзя. Дальше надо как-то подсобираться. Потому что набирают обороты в Big God. И скоро можно будет их не остановить. Так, теперь RotiKey снизу. Поймали. RotiKey. Там вот на Artezi напал Burning. Меня тут больше интересует. По-моему, это Artezi ему наваляет. Там просто пачка крипов. Я не знаю, что Burning. А у Burning-то есть этот, Ultimate. Так я же говорю, что там пачка крипов, но он почему-то полез на Artezi. Не, полез он потому, что у него уже инвиз заканчивался. Это понятно. Но, возможно, он рассчитывал на какой-то фейл со стороны Artezi. Что тут растеряется. А тут что? Прямо с руки ему. Получай. Получай. Все нормально. У Артура что-то он с БКБ летит. Да, летит БКБ Артуру. И Бабаевский. Ну, Бабаевский сейчас силен стал. Сейчас его с Меккой БКБ так проблематично убить. Вот этими всеми халявными способами. Типа ZEVS SkyMAC. Или даже SkyMAC плюс Void. Но все же с ручки его пока можно замесить. Пока он еще не слишком сильный именно в плане общего хелс-бара. Ну, ладно. Где у нас активность? Где у нас? Бигоды фармят свой лес толпой в сложной рутике и пытаются вынести себе, я так понимаю, БКБ? Наверное, да. Наверное, БКБ. Смотри, сейчас Артурка подходит в мид. И зацепили к СА8. Опять свап. Опять очень хорошо. Вот Ланэм классно все делает. Уже в который раз Бетрайдер прыгает и безуспешно. Причем в прошлый раз их еще и тут и развалили. А в этот раз все закончилось просто неудачным гангом. Ну, на этот раз просто свапнули не Бетрайдера, а на этот раз свапнули того, кого он ассоциировал. Ну, там, да. Там просто разные ситуации. Если ты понимаешь, что тот чувак сам разберется, а вам нужно забрать мышевсадника, просто свапаешь Бетрайдера и зимфраг. А в данной ситуации просто решили подсейвить. Опять пошла связка и нашли Пупея, убили. Ну, да. Вот так как-то. И Зерз еще улетит. И в миде экшен. На Тавр нападает БГ. Без Даззла придется дефиться, если придется с Сикретом. И есть Купол. Ну, Тавр надо отдавать. Пошел Зай быковать. Верхняя. Получает обе. Вот он Купол. И вот она Хроносфера. В БКБ выталкивает Ротикея. Здесь Бетрайдер полетал неплохо. Ультимейт от Бернинга. Взрывается Артизия. Бернинга разорвал на запчасти просто. Ротикея тоже погибает. Лан Эм никуда отсюда не уйдет. Ну, и Зев сделал тп-аут. Но тут брависсимо. Тут просто шикарная игра ТС-4, который вытолкал Ротикея из Купола. Так нет. Так Ротикея, даже если бы его не вытолкали из Купола, что он там сделал бы? Ну, ничего. СФ уже в БКБ. То есть его просто так не взять. Опять же, на халяву его не взять. С руки пока дамеджа нет. А Бернинг почему-то... Вот у него есть... Не знаю, правда, может уже давным-давно откатилась просто. Я к тому, что... Какого черта? СФ раскастовывается. Чего ты стоишь прям под ним? Ну, типа разбегался надо. Ну, он ультовал, там ультовал и все дела. А, ну, вот разве что просто не успел еще из ульты убежать. Да, он из ульты. И как раз у него ультимейт закончился в той секунде, там, да, где Артизия. Тогда жаль. Рип. Да, разорвалась серьезно. Рип и пиз. Ну, там появился Рошан. Там появился Рошан. И вот на Рошане надо что-то интересное. На Рошанчик. Рошанчик стоит. Но, видимо, решили пока секреты особо не наглеть, не заходить на него. Сто Бернинга уже нормально днинджат копится. Вопрос просто в том, что дальше делать этому Бернингу, если он будет идти дальше по плану со своим Монтостайлом. Ну, Монтостайл тоже штука ситуативная. С одной стороны, иллюзии будут очень быстро умирать из-за ульты СФ. С другой стороны, ну, там, Дезвард может кого-то пострелять в лишнего. Бэтрайдер может кого-то неправильно поймать. То есть тут тоже есть свои бонусы, есть свои плюсы от этой Монты. Ну, не знаю. Я бы, наверное, такой акцент на этот артефакт не делал. Согласен, 24-я пошла минута. БКБ, кстати, у Брестла. И это еще один минус для БГ. Что там у Зевса? Зевс 3-1-3. Ну да, вот, учитывая, казалось бы, такую суперобузную комбинацию, матч для БГ, по крайней мере, подозрительно нерезультативен. Всего-то 9 фрагов было сделано. Конечно, секретами не намного больше. Но я, в общем, говорю, Рошанчика уже начинает убивать. Ротка подходит. Подсветили Вингой. С-4 летает. Пошел Вив. Вив по одному только Войду. Но этого, кстати, будет более чем достаточно, если вдруг он встрянет. Прыжок. И хроносфера. Зай БКБ успел нажать. И вот он ультимейт Бернинга. Так, хорошо. Там Бэтрайдер уже никого не успеет поймать. Бернинг получал от Дезварда. И умирает Бернинг. Слушай, а это не очень хорошо сейчас, потому что Бэтрайдер запрыгнул на Ксяуэйта. И Ксяуэйта тоже, скорее всего, здесь погибнет. Да, Ксяуэйта тоже будут убивать. Все очень хорошо. Ну вот. Здравствуйте. А почему все так произошло? Давайте разберем по порядку. Потому что у Сикрит в свою очередь стоит Дезвард, который настреливает. Да, вроде бы по одному герою. Но при этом он очень долго стоит. Он может поубивать одного, поубивать второго, третьего, четвертого, пятого, десятого. А Войт и Скаймак, это опять же более такие точечные убийцы. Они вот первого убили. Хорошо, дальше что? Дальше хроносфера закончилась. Войт убегает в панике. Скаймак без маны, не знает, что ему делать. Ну там, или относительно без маны. Точно так же Джиггернаут. Вот он распрыгался, кого-то убил или не убил. Там уже тоже рандомчик присутствует. И все. А там стоит СФ. А у вас Войт, на котором Виф уже висит секунд 5-10. И СФ его просто сурки там по пол лица отрывает. Да. Ну, Сигрид хорошо. Хорошо все очень сейчас делают. Они реально уверенно наращивают сейчас преимущество. Если до этого момента там оно было порядка тысячи. Ну вот та драка в миде многое-многое предрешила. Потому что действительно в той драке Бёрнинг немножечко... Не вовремя умер, скажем так. Но и тут Смока, о котором не знают сейчас абсолютно ничего. И можно цеплять. Только нужно цеплять как-то так, чтобы вот так вот. Чтобы далеко Эвенга не спасла. Зеус, ульт, минус, Ротикей должен быть. Ротикей неужели уйдет? Да не-не-не, там слишком страшно. Если только сейчас 50 бэктреков не будет... И его выхиливают. Да, его выхиливают. Хотя Бэтрайдер, бочка, и есть минус, наконец-то, Войт. Просто блеск. Еще и Ланема убили. И пошли дальше, пошли дальше. Айсайз едва живой. Там СФ пытается еще кого-то погнать. Айсайз, туда дальний койл надо дать. Айсайз тоже погибает. Два байбэка моментально. Три байбэка было только что сделано. И Артизи в Ротикея. Нет, поймали его во время ульта. И тут же Зевс гастует. Айсайз сам зашел в ульт Войда. Но, тем не менее, Артизи убивает. Но это только Эггис. Да, Зая подсейвили. Айсайз сейчас опять умрет во второй раз. Бернинг, Бернинг. Бернинг погиб. И Артизи, какой ультимейт. Ротикей. СФОР не хочет его отпускать. Ротикей. Проблема у него огромная. Горит Ротикей, сгорает. Байбэк есть у Бернинга. Ему надо его делать. Почему он не делает байбэк? Так он один будет. Вот в чем прикол. То есть, что он здесь может сотворить. Здесь по-прежнему стоит Т3. И ребята из Сикрет даже толком не могут эту вышку забрать. Куру умер от фонтана просто. Начинается вот это вот. Кто? Куру? А, он... Ты, кстати, помнишь эту отличную игру? Минус 8 он под фонтаном делал? Нет, я говорю про ту игру, которую... Кто же это был? На... Дарк Сири, кажется, это кто-то был. Который пошел на Сурдже драться под фонтан. У Нави как раз вот в те самые золотые времена. И они потом тогда слили каточку. Да. Было такое. Но это опять-таки сейчас очень хорошо подрали Сикрет. И они заработали невероятное количество бабла. Но вот если бы там не погибли под фонтан двоих... Да, уже десятка. Бабла просто тонна. Реально тонна. Но вот теперь главное не расслабиться. Потому что мы помним, да, прошлые две карты. Расслабляешь булки на секунду. Сразу между эти булки батон получаешь. Тебе напихунькают сразу таких. Да, да. Так что тут надо успокоиться. Не спешить. И... 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 Играть. Бёрнинг. Что будет делать дальше Бёрнинг? От него зависит практически все. Потому что пока что Джиггернаута не особо видно. Бруно тоже пишет. Куру, почему ты такой жадный? Серьезно. Вот убил бы ты ту Вингу. Ну что? И что бы от этого поменялось? Вот пойду под трон. Да, она типа все равно ничего не сделает. Она там будет стоять на фонтане, регениться. У нее трясутся коленки. Она там грызет ногти. Не знает, что ей делать. Куру просто агоним на подходе. Он говорит, все. Пошел просто. А, изи катка вообще, да? Изи катка. Просто пойду. Нет, с агонимом у Вичдоктора это вафельки. Да, это будет очень больно. Третий БКБ появляется. У С4 БКБ. У Артура. Аскади на 28-й минуте. Ну, это не вчерашние фатовские Аскади. Но у Фаты было Аскади без БКБ. А тут после БКБ. Ну, тут все равно 580 ГПМ. Это хороший очень показатель. У ДВЕ 300 ХП. 17-й левел. Мека, БКБ, Аскади. Да, а урона с руки по-прежнему недостаточное количество. Войд 100 демеджа. Ну что? И Войд, тем не менее, собирает БКБ, который ему демеджа фактически не добавляет. Да ладно! 16! 24! 24! За 4-е-то тысячи. В принципе, можно купить просто 2 джавелина на 3 тысячи. И они будут давать больше. Один демеджа 133 голды стоит просто. Ну, нормально, чувак. Так. За... Ой, С4 в инвизе. С4 в инвизе. Ну, он же летает. В инвизе-то он в инвизе. Но у него с жопой горит. Поэтому его видно. Ассайз. Хороший свап. Сразу же опять ульт от Зевса. Немножко мешают синициировать. Но, скорее всего, тут тоже погибнет один. Да, Ланэм приплывалити. Это точно. Станчик может дать, конечно, какого-то Артура. Но это не имеет смысла. Ну, вот, вот. Да, ему будет. Курица. Курица. Курица с вардами. Курка. 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 Минус курка. Нет, на курку забили. Уходят отсюда, ребята, из-за секрет-тим. Ну, да. Если что, крипы просто вот на углу карты. Вышечку даже не получится никак там забрать. Ну, зато пофармили вражеские леса немножко. Да, в ингу вражескую тоже пофармили. Втроем. Да, это уже, в принципе, не намного она сильнее крипа на данном этапе. Хотя у нее там вроде бы и урна, и стики Грейджины, и ПТшечка. То есть у нее там хорошие статы должны быть. Ага. Что ага? Посмотри на в ингу. А что в инга? Что удивительное? Что? А, у нее 6 статов вкачано. Ну, это потрясающе. Ну, смотри. Стану единичку, ауру в единичку. Подожди, 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 подожди. Смотри. Улови мысль. То есть у тебя играет не до войд. Ну, в принципе, войды все более-менее ок было до поры до времени. Но сейчас у него вот пипец как все плохо. У вас физически... У вас не хватает урона в БКБ. Совсем не хватает. И при этом у тебя ни минус армора, ни плюс урона, ничего нет. Зато ты жирный. Жирный. Ты живешь не 5 ударов, а не 4 удара, а 5. С половинкой. С половинкой, если кританет. Ну, и реально вопрос. Ланэм, ну почему, зачем это делать? Я вообще молчу про наличие вадмиров, барабанов, прочей лабуды. Я этого уже не вижу на протяжении всего турнира. Уже тысячу лет не видел. Нет, ЕГЭ любят. Пару команд буквально так делали. Нави, кстати, так делали почти в каждой игре. Сейчас, первый вопрос. И где они теперь? Ну, это такое. Нет, там действительно... Что делали. Делали, делали. И у них неплохо получалось. Они реально были сильнее. Как бы мы не любили пики Габлака или какие-то его действия, он понимает силу ауры. Потому что постоянно ты видишь эту игру, на тебя идет 50 человек, и у них просто статус бар на две строки. И ты им ничего не можешь сделать. В один момент такое может наступить. Здесь, конечно, ситуация немного не та. Тут Габши нет. Но героев усиливает. Блин, это тоже нормальная штука. Почему этим так пренебрегают? Ну, Владмирс для двух основных героев, для Вайда и для Джигернаут, это вообще, по-моему, масштаб. Да, у них есть два Мэднеса. Ну и что? Ну и что? Это лишним не будет? Это урон, это броня, это аджор, это все. Просто Владмир дает, наверное, все возможные ауры, которые только можно придумать. Почему нет? Даже Ману регенит. Да все он там регенит. Он вообще нереально жесткий. И стоит там каких-то 2000 с копеечками. Ну и в результате, да, два милишника у нас остаются без вот этих самых аур. В результате, казалось бы, обузная комбинация Sky Maga с Зевсом ни разу за игру, наверное, не была использована. Ну там один раз, кажется, они кого-то то ли Дазла принимали, то ли еще кого-то. Ну такое, без фанатизма, ребята. Видели, как вот Полары эту фигню обузили, да? У них там Фобос. Вот это бегают они. Налево-направо шваркают. Медям? Ну сразу моментальный свап. Были готовы к этому. Ну то есть вот разводят, планомерно разводят БГ на все вот эти вот врывы бэтрайдеровские. Ну а секреты вроде не особо-то и против. Они вот вышку на топе забрали. Ну вы там типа напрягаетесь, да, но рано или поздно Винга будет не там, где надо, и драка закончится печально для БГ. Ну рано или поздно Винга раскачает то, что надо. Может быть! Может Винга думает, что она Джиггернаут? Кстати, похож очень, да, скилл билд. Но Джиггернаута 7 плюсовый, Винги 6, то есть... Я не знаю, как это... Как это даже скомбинировать, я не представляю. Не знаю. Ну разве что Джиггер Спирит какой-то. Джиггер Фул Спирит, конечно. Джиггер Фул Спирит. Тут Рошанчик через полторы минуты. Тусуются уже там Сикреты. Вчерашнего Ланема напоминает, который минут 25 провел в Рошпите. Да, у него там, может, костер развел, шашлычки успеть можно было пожарить. Да-да-да, в рыбалку там в Вове, да, рыбку сел половину. В зуму поиграл. В зуму поиграл. Надо сделать специально для суппортов, которые бегают на Рошана, просто чтобы там была зума встроена. Тут, ой, вовремя. Да, очень даже вовремя, абсолютно вовремя. Ну и линию подпушивает Зайб, мид подпушили немножечко остальные, ну а Бэтрайдер в Инвизе. Не, если честно, то у Дазла сердечко прихватывает, когда Зевс ультует. Ну это понятно. Потому что у Дазла там 890... Ой, как хорошо-то тут свапнул опять-таки Ланем и С4 точно-то четко среагировал, сразу Форстафаут себя делает. Потому что там Рутикей просто прыгает с Тамбока. И сразу же Бэтрайдер. И тут же свап еще до Лассо, так что Лассо потрачено не было. Блин, если бы он так вот еще и скиллы качал круто, как свапает. Потому что свапает, ну просто офигительно. Он еще, наверное, ни разу никого не продал за эту игру. Постоянно спасает. Ему бы агоним. Так, ну что, секреты? Секреты на Т3. Бэтрайдер цепляет, свапа нету. Нет, раз Ланема прыгает Рутикей. Рутикей начинает бить Артизи, получает ультимейт. Ланема разорвала. Рутикей стоит Купол. Купол стоит на одного из четыре, но тут Дезвард. Куроки сбили Джиггернаут. Джиггернаут попрыгал по-прежнему прыгать. Вот закончился Джиггернаут. И просто Бернинга отправляют в таверну куковать. Минус четыре. Два Бэбека сделано. У Бернинга Бэбека нет. Ланем тоже отправляется в таверну. Ксяуэйт убегает под фонтан. Четыре трупа. До этого было два Бэбека. Тим Сикрет выходит в топ-3. БГ занимает четвертое место. Да, я смотрю просто на Зевса Флова. Он, конечно, после Бэйбека, но тем не менее, не пошел, не пошел до конца драться. Опять же. Слушай, у нас пропал режиссер. Куда он пропал? Просто без вести. Без вести? Ну, я думаю, мы его найдем рано или поздно. Просто пропал без вести режиссер. И мы не сможем статистику посмотреть, выигрышный момент не сможем посмотреть. Но что пропал без вести. Вернется завтра, наверное. Сейчас мы ему устроим, как только он придет. Сейчас мы устроим. Ну, мы пока посмотрим на табличку. Больше нам не на что смотреть. Мы даже не можем... Да ничего, мы ничего не можем. Он вроде бы бежит. Да, он бежит, летит на крыльях любви. Бежит, бежит, бежит. Мы сейчас просто скинем, собственно, в чат ссылку на его ВКонтакт. Вы ему там объясните. Именно. Да, что надо делать, что надо делать. Сейчас мы посмотрим выигрышный момент. Там как раз в Китае через минутку дойдет видео. Посмотрим на счастливые лица. А потом, может быть, глянем даже на немножечко статистики. Да, ну и следующий матч обещает быть очень интересным. Битва не на жизнь, а насмерть. Team Secret против злых гениев. Да, кстати, International не повторился, потому что на International были Вичи Гейминг, ЕГЭ и команда Ксяуэйта в топ-3. На этот раз мы видим, Ксяуэйт остановился в шаге. Ну и ЕГЭ и Вичи Гейминг повторяют результат свой топ-3. Причем Вичи уже топ-2 повторяют, как минимум. Ну а ЕГЭ Secret это будет очень-очень интересно. Две западные команды. По крайней мере, у нас будет восток на запад финал. Это уже круто. Да, это уже действительно интересно. Два игровых стиля, скажем, столкнуться. Будут ли Вичи точно так же агрессивничать, как они делали это на Инте, как они это делали в последних матчах на этом турнире. Они очень агрессивно действовали. Если там будет картинка оттуда, покажи, пожалуйста, если будет. Там все пропало, шеф. Все пропало. Бывает, бывает. Все пропало. Да, ну до этой игры, до игры ЕГЭ и Team Secret у нас, я думаю, еще полчасика точно имеется. Может даже больше. Может быть даже больше. Лан Эм. 8 смертей. Ну, зато 7 плюсов. Он высвопал вообще все, что можно было высвопать. Зато у него 7 плюсов. Зато 7 плюсов. Нормально, нормально. Нет, в действительности, Винга... Ну, к ней, ладно, плюсы, бог с ними. Хорошо, она хотя бы не продавала своих пацанов. Это уже более-менее неплохо. Непонятно, зачем был взят Зевс Скаймак, если вы не планируете рано идти убивать людей. Ну, то есть, Войт, опять же, такой подгнобленный джиггернаут. Да, с Шэдоблейдом пытался искать людей, их избивать. Но тот же Башер против БКБ, я слышал, лучше работает, чем Скади. И какой-нибудь обисовал в результате. Вот Дашкевич не даст соврать. Он также в курсе подобных контр-артефактов. Ну, вот оно сравнение пока мидеров. 9-1-12. Артизий, как всегда, на СФ очень неплох. Ну что, давайте уйдем на паузу. ЕГ против Сикрет. Это следующий матч, который нас ждет. Я думаю, начнется он где-то в 13.30-13.45 по киевскому времени. То есть, плюс час по времени московскому. Ну, соответственно, это будет в 19.45 по времени местному в Шанхае. Никуда не расходитесь, никуда не разбегайтесь, потому что, ну, такую игру пропускать нельзя. Финал лузеров. ЕГ против Сикрет. Ну, сейчас определится второй гранд-финалист, кто же сыграет против Вичи. Твой прогноз. Давай быстренько, быстро, быстро, не думай. Но, Брейнер. Сикрет. А я ЕГ. Ну, отличненько. Все. Поглядим. Встретимся через полчаса. Сейчас.